Здорово народ, с вами Коди, как ваши дела? 29 версия OBS дропнулась в релиз И давайте теперь посмотрим на изменения Их не так в принципе много, но есть о чем поговорить Первое, что они добавили? Теперь вы можете обновлять наш OBS из общих настроек Теперь здесь появилась вкладочка обновлений И теперь вы можете выбрать либо стабильную версию Либо юзать бета-версии, не заходя на GitHub А прямо отсюда Это в принципе удобно Потом они обновили версию WebSocket Теперь WebSocket у нас в принципе не 5.0, а 5.0.1 Короче, 5.1, так скажем, версия WebSocket Потом нам добавили Для владельцев AMD Можете порадоваться Вам добавили поддержку AV1 И HEFT Но у этого плюса есть и минус Это работает на RX 7000-х видеокартах А они мало у кого есть Так же как в принципе и у NVIDIA на 40-х линейках А они мало у кого есть Поэтому пока что AV летает где-то в воздухе И мы пытаемся его поймать Так же еще AV и HEFT добавили на Intel Arc И вот это уже более доступное решение Потому что эти карты стоят в районе 20 тысяч рублей И ее можно всунуть в комп Как вторую видеокарту И дропнуть на нее OBS Либо засунуть ее в стрим ПК И использовать AV1 Так же еще для владельцев процессоров Intel У кого есть графическое встроенное ядро У кого есть QuickSync, скажем, да Тоже добавили AV1 и HEFT Поэтому у кого есть процессоры с графическим ядром Попробуйте эту штуку Напишите в комментариях, как это работает У меня Proz без графического ядра Поэтому поюзать я это не могу Так же для владельцев Apple Добавили ProRes и добавили также HEFT Я потестировал, разницы особо не заметил Так же тем, кто использует в принципе буфер повтора Знают, что буфер повтора был ограничен до 8 гигабайт Теперь буфер повтора занимает до 75% вашей оперативной памяти Чем больше ваша оперативная память Тем больше вы можете записывать и хранить в памяти буфер, так скажем Поэтому тем, кто использовал буфер, будут этому рады Улучшили работу всех вот этих алгоритмов, связанных с NVIDIA Вот этот зеленый фон, который убирает NVIDIA RTX Voice вот эти вот все от NVIDIA Я эту штуку не использую Она шляпная, потому что она херово убирает фон Она херово глушит звук Она работает? Да Но мне не нравится, как она работает Поэтому я ее не использую Но кто ее использует, должны ощутить улучшение Так же еще увеличили скорость восстановления динамического битрейта И многие сейчас такие Чего? Заходим в настройки расширенные Опускаемся вниз, где сеть И тут есть регулировка битрейта в зависимости от перегруженности сети Вместо пропуска кадров Будет задействовано динамическое изменение битрейта на лету Чтобы уменьшить перезагрузку сети Кто-нибудь об этом знал? Мне кажется, нет Но эту штуку улучшили Еще добавили нам фильтры на звук Добавили улучшенный компрессор И добавили трехполосный эквалайзер Для тех, кто может быть немножко в танке Такие, что это такое Может не особо разбирались, пользовались То давайте я открою гауксуляр И смотрите, у меня есть эквалайзер расширенный Если его уменьшу, он будет также трехполосным Получается, здесь есть низкие, средние, высокие И здесь есть низкие, средние, высокие Я могу просто это все скопировать сюда А сколько это будет точно так же работать, не знаю Это мы проверим чуть позже В ближайшее время мне должен будет приехать микрофон От Fifine на обзоры, тесты Вот он будет USB-шный И его я с этими вот штуками, кстати, и проверю Так, у нас еще есть компрессор Давайте здесь откроем компрессор Вот он Тут также есть треш-холд, радио, атака Вот, атака, восстановление То есть все то же самое Я попробую эти настройки, которые у меня здесь есть Перенести в тот микрофон Когда буду записывать на него обзор Теперь пойдем на стримпк Пау И мы уже здесь Так, нам нужно открыть игра Здесь тоже включить записи У меня, смотрите, есть тут овермелье Это моя карта захвата Теперь карты захвата могут захватывать расширение Вплоть до 240 кадров То есть если у меня 2К идет в 60 То если я поставлю Full HD То моя карточка может в Full HD захватывать 120 Если карта может в 240, то она будет захватывать 240 Гц Это может быть плюс кому-то, может кому-то минус Я в принципе это особо не использую Но как бы эта штука есть и имеет как бы место быть По сути это все какие-то такие большие обновления А всякие микро там поправили баги Там еще что-то Это не особо прям важно Вот это вот то, что самое крупное Я вам сегодня рассказал Поэтому в принципе на этом все Не забывайте подписываться на канал Чтобы не пропускать новые видео Вот Ну и залетайте на стримы на Твиче Всем до скорых встреч народ Не болейте Пока Пока